Здравствуйте! В студии столицы Нижней Евгения Деревянко. Коротко о главных темах выпуска. Крепче держись! Молодые активисты вместе с сотрудниками ГИБДД напомнили пассажирам общественного транспорта простые правила, как удержаться на ногах. ЗАГСобрание вновь отказало Нижнему Новгороду в возврате всех градостроительных полномочий. Почему депутаты не спешат с этим решением? Нижегородский поэт и писатель Олег Рябов представил свой новый сборник стихов «Сад осенью». В книге затрагиваются традиционные для автора темы «Любовь к женщине, родине и природе». Более ста человек с начала этого года получили травмы в результате падений в общественном транспорте. Сегодня молодые активисты вместе с сотрудниками ГИБДД напомнили пассажирам простые правила, как удержаться на ногах. На площади Минина они провели акцию «Крепче держись». Сюжет Антона Ганина. Если пассажир автобуса при резком торможении упал или ударился, ситуация уже будет считаться настоящим ДТП. Несмотря на все жалобы нижегородцев на лихачество водителей, по статистике дорожных полицейских, виноваты чаще всего как раз пассажиры. Молодежь всегда в одной руке держит смартфон, у людей постарше руки заняты сумками. Встречается и банальная невнимательность. «Мы хотим, проводя подобные акции, донести до пассажиров, мы достаточно редко с этой категорией работаем, донести до пассажиров, что у них тоже есть определенный круг обязанностей при участии в дорожном движении, хотя бы найти безопасное место, хотя бы зафиксировать свое положение в салоне, хотя бы задуматься над тем, что они будут делать в случае того же резкого торможения». Во флешмобе на главной площади города участвуют студенты политеха. На автобусных остановках они демонстрируют, как правильно держаться за поручень, произносят кричалки и вручают листовки. «Пассажиры, крепче, держите за поручни!» «Люди все же смотрят, заинтересованы, даже какой-то флешмоб им все равно интересен. Пассажиры не задумываются о том, что это может привести их к таким последствиям, к травмам, и поэтому, может быть, задумаются теперь». «У вас были какие-то ситуации неприятные с этим связаны?» «Не было, я всегда держусь». «А может быть, кто-то рядом падал на вас?» «Бывало». «Кто в основном?» «В основном женщины». Сотрудники ГИБДД отмечают, что опасные падения в общественном транспорте случаются в равной степени как у частных перевозчиков, так и в социальных автобусах и троллейбусах. Сказать, что виноваты только водители или только пассажиры, нельзя. Каждый случай рассматривается индивидуально. А тем, кто все же получил травму от резкого торможения или поворота, советуют сразу запастись свидетельскими показаниями. Антон Ганин, Екатерина Несимова, Андрей Панов. Столица Нижнего. В общественной палате Нижегородской области обсудили создание зеленых поясов. Идею выдвинули участники Общероссийского народного фронта. По их мнению, это улучшит экологическую ситуацию в регионе и позволит еще больше контролировать состояние лесных территорий. В такие зеленые пояса планируют включить леса и зеленый фонд городов, природные ландшафты и водные объекты. О необходимости принятия такой меры говорит большое количество обращений от представителей общественных движений в различных муниципалитетах, которые указывают на экологические проблемы в своих городах. Предложения по конкретным территориям будут направлены в Законодательное собрание Нижегородской области. Всех приглашаю в эту работу, потому что важно определять проекты. Сегодня мы понимаем, как можно двигаться. То есть мы обращаем внимание на какую-то точку на городе, и мы именно так делаем. Проводим публичное слушание, делаем за свой счет проект, и тогда есть шанс получить, скажем, областные или федеральные средства на то, чтобы сделать действительно зеленую территорию в том понимании, в котором мы хотим ее видеть. Нижнему Новгороду не спешат отдавать градостроительные полномочия целиком. Проект соответствующего закона продолжает буксовать. Тем обсудили накануне на заседании комитета по имуществу в Заксобрании. В областном правительстве до сих пор не могут определиться судьбой генерального плана города. Сейчас муниципалитет не имеет права вносить в него изменений и распоряжаться землей на смежных территориях. Эти функции выполняет региональное правительство. Согласно законопроекту, предполагалось, что Нижний Новгород станет самостоятельным в данных вопросах. Это серьезная совместная работа, никто не перетягивает одеяло. Наша задача сделать так, чтобы это было доступно для населения, чтобы это было с учетом специфической особенности каждой местности, каждого района муниципального и городского округа. И это, наверное, логично, потому что на самом деле все равно до 2015 года эти полномочия были. И сказать, что там совсем все плохо, я не могу. Нижегородский поэт и писатель Олег Рябов представил свой новый сборник стихов «Сад осенью». В книге затрагиваются традиционные для автора темы «Любовь к женщине, родине и природе». На презентации сборника в Литературном музее Горького побывала Екатерина Анисимова. Олег Рябов начал писать еще в подростковом возрасте. В 20 лет уже публиковался. Сегодня в его активе 20 книг. Он пишет не только стихи, но и прозу. Автор отмечен литературными премиями. Новый сборник «Сад осенью» друзья и поклонники литераторов встречают с восторгом. Но в эту книгу вошли далеко не все произведения. Многие годы молодых писателей и поэтов мучает проблема опубликоваться. Сейчас меня мучает желание что-то написать стоящее. Работаю, пишу, но все не то, хочется лучше. На презентации нового сборника стихи Олега Рябова не только читают, но и поют. А у кого-то уже появились любимые строки. Человек идет по ночному городу, освещены окна, горящие эти окна во тьме. И за каждым окном чья-то жизнь, какие-то жизни, судьбы, любовь, смерть, горе. И оно заканчивается. Смотрю на окна и считаю их ночных друзей, товарищей моих. Среди почитателей творчества Олега Рябова как взрослое поколение, так и молодежь. Литератор не только печатается сам, но и открывает новые имена. Они публикуются в литературном журнале «Нижний Новгород». Сборник «Сад осенью» можно найти в центральных книжных магазинах города. Екатерина Анисимова, Андрей Панов, столица Нижний. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Следите за новостями на нашем сайте standmedia.ru. Я желаю вам всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok